Человечество любит загадки, и чем сложнее их разгадать, тем больше к ним интерес. Загадки вдохновляют нас развиваться, становиться умнее и хитрее, адаптироваться к новым условиям. Но есть и достаточно страшные, неприятные или просто мистические загадки, которые хочется разгадать как можно скорее, чтобы они перестали мучить разум. Не на все вопросы суждено ответить, по крайней мере в ближайшем будущем. Но есть такие, что напрягали умы десятилетиями и все же были разгаданы. И в этом видео я расскажу вам о пяти загадках, которые человечество смогло разгадать лишь недавно. Почему на французской побережье выбрасывало телефоны в виде кота Гарфилда? В конце 80-х, в начале 90-х годов был очень популярен Гарфилд, мультяшный полосатый рыжий кот. С ним выпускалось много товаров, от футболок до стационарных телефонов. Последний в стиле этого персонажа регулярно выбрасывал на пляжи северо-запада Франции в течение 30 лет. Люди предполагали, что контейнер с телефонами просто выпал с сухогруза в воду. После чего телефоны потихоньку стало течением прибивать к берегу. Но подтверждение этой теории появилось лишь в 2019 году. Местный фермер связался с экологами, которые много лет очищали побережье телефонов и рассказал, что знает, откуда эти устройства приплывают. Оказалось, что это действительно был потерянный контейнер, который прибило течением в пещеру, в которую практически невозможно добраться. Экологи нашли контейнер в пещере, но, увы, достать его не получится. Как погиб Антуан де Сент-Экзюпери? Автор известной повести сказки «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери был пилотом и вступил в ряды ВВС Франции на следующий день после объявления войны Германии. Он летал вплоть до капитуляции Франции, после чего перебрался в США. А в 1943 году вновь вступил в борьбу за свободу своей страны на стороне сражающейся Франции. 31 июля 1944 года он вылетел с аэродрома на острове Корсика в разведывательный полет и больше его никто не видел. Долгое время не было никакой информации о том, что же с ним произошло. Одни говорили, что его сбили над враждебными районами. Другие, что у самолета отказало управление и он разбился. Третьи считали, что Экзюпери свел счеты с жизнью или дезертировал. И никто не знал, где искать его останки или хотя бы самолет. В 1998 году рядом с Марселем рыбак обнаружил браслет с удовлетворением личности Антуана де Сент-Экзюпери. Однако это не доказывало, что он погиб в море. В 2000 году ныряльщик обнаружил на 70-метровой глубине обломки самолета, но разрешение на изучение было получено только в 2003 году. После поднятия самолета по серийному номеру выяснили, что этот самолет принадлежал Экзюпери. В 2008 году бывший пилот Люфтваффе Хорст Рипперт заявил, что именно он сбил Антуана де Сент-Экзюпери. Он рассказал, что он не смог выпрыгнуть с парашютом и его самолет вошел в воду на большой скорости, после чего произошел взрыв. Как рассказывал Рипперт, он признался для того, чтобы очистить имя писателя, которого обвиняли в дезертирстве. Однако эта версия подвергается сомнению, так как в архивах Люфтваффе нет записи об этом воздушном бое. В любом случае, самолет писателя был найден и помещен в музей авиации и космонавтики Ле-Бурже. Эта загадка была разгадана, но есть еще немало вопросов, на которые у историков нет ответов. Чем был Виндзорский гул? Почти 10 лет жителей города Виндзор мучил загадочный низкочастотный гул, из-за которого даже стучали окна и тряслись дома. Этот шум породил множество теорий и спекуляций, от неправильно работающего промышленного оборудования до испытания правительством сверхсекретного оружия или вторжения инопланетян. Но, как оказалось, все намного проще. Когда США охватила пандемия коронавируса и большинство заводов остановили работу или снизили производство до минимума, шум пропал. В результате выяснилось, что виновником гула был сталилитейный завод US Steel, расположенный через реку от западной части города. После остановки предприятия жители сообщали, что больше не слышат этот шум. Куда в течение нескольких лет пропадали жители Японии? В период с 1977 по 1983 годы в прибрежных городах Японии пропало несколько человек при странных обстоятельствах. Казалось, что они просто испарились. Ходили слухи, что их похитили шпионы из Северной Кореи, но это были домыслы. В 2002 году Ким Чен Ир в рамках переговоров между Северной Кореей и Японией рассказал, что этих людей действительно похитила Северная Корея. Он также заявил, что эти похищения произошли во времена правления его отца, Ким Ир Сена, и что это делалось небольшой группой людей из правительства не по указу высшего командования. Северная Корея заявляла 13 похищенных. Но японцы говорят минимум о 17 и предполагают, что эта страна причастна к исчезновению около 900 граждан Японии. Ким Чен Ир принес свои извинения, но не объяснил, зачем это было сделано. Эксперты считают, что японцев похищали для того, чтобы больше узнать о японской культуре и образе жизни. Это помогало обучать шпионов лучше маскироваться во время разведывательных операций в Японии. Кто был серийным убийцей, оставлявший на пляжах ступни в обуви? 20 августа 2007 года, прогуливаясь по пляжу на острове в Британской Колумбии, девочка заметила кроссовок со ступней внутри. Несколько дней спустя на соседнем острове люди наткнулись на другой кроссовок со ступней. Ноги не принадлежали одному человеку. Полиция начала расследование, оно ни к чему не пришло. В следующем году на пляжах в том же районе нашли еще пять ног. В прессе писали, что это визитная карточка серийного убийцы. В течение следующих 12 лет на пляже вымало в общей сложности 15 ног. И все они, кроме одной, были в кроссовках. Единственное, что выбивалось из общей картины, была в походном ботинке. Появилось много спекуляций на эту тему. Некоторые шутники даже оставляли на пляжах кроссовки с куриными костями. После нескольких лет расследования оказалось, что большая часть ног принадлежала пропавшим без вести людям. Ученые рассказали, что это не было делом рук серийного убийцы, а являлось течением обстоятельств. Утонувшие в Тихом океане люди начали разлагаться. Их ноги легко отделялись от тела и, будучи прикрепленным к ловучей обуви, какой являются кроссовки, выносились на берег течением. Это объясняет, почему почти на все ступни были надеты кроссовки. Они изготовлены из легких и плавучих материалов. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.